Сегодня впервые мы встали уже на колени и пелся специальный блок песнопений покаянных, покаяния отверзиями двери, чудодавчика. Это уже первая такая ласточка, которая предвещает начало Великого Поста через несколько недель. И завтра воскресный день, который еще называется «Неделя Амитарей и Фарисеи». Завтра мы будем читать эпизод из Евангелия, где Христос ставит в пример молитву некоего мытаря. Сюжет там достаточно простой. В храм зашел помолиться фарисей и мытаря. Фарисей молился так. Господи, я благодарю Тебя за все, что Ты мне даешь, за все, что у меня есть, за то, что я жертвую 10% от своих доходов, помогаю людям, никого не убивал, не нарушал заповеди. В общем, живу хорошо, Господи. Все заповеди Твои выполняю. Несем я, как прочий человек, не такой, как все. Или вот как вот этот мытарь, который здесь вот стоит. А мытарь, между тем, стоял на коленях и, не смея даже поднять голову к небу, бил себя в грудь и говорил, Боже, милостив, будем не грешны. И вот Христос говорит, что мытарь вышел из храма оправданным на одной из флесок в храмах, в древних храмах. Иногда изображаются мытарь, стоящий с Богом рядом, со Христом, и фарисей, одной ногой стоящий в аду. Понимаете, братья и сестры, это очень важно уловить еще такой момент. Сказать в то время такую притчу, это было бы так же, как сейчас сказать, что вот зашли в храм помолиться прихожанин постоянный, который там жертвует на храм, у него все хорошо, семья. Каждое воскресенье, как что, в храме стоит, молится, с батюшкой дружит, в гостях бывает. Ну, в общем, настоящий прихожанин, свой доступ. А рядом стоит, ну там, торговец рынка, который и на руку нечист, и обвесит порой, и чертыхнется, и поругается с покупателем. И вот молитва их, да, прихожанин молится, я вот в храм зашел. Все у него, все знакомые, со всеми поздоровался, батюшке подмигнул, в лавку забежал, все заказал, поставил, стоит вот он, местный праведник. А торговец рынка, грешник, стоит там в углу, на коленях, и молится, Господи, прости меня, я живу хуже, чем скотт. Я даже не имею права здесь стоять, не могу даже глаза поднять на икону, прости меня, милости, буди мне грешным. Вот это так же звучит сейчас, как я вот сейчас рассказываю, так, как это было в то время, понимаете? И согласитесь, ведь режет же, да, братья и сестры, нас, прихожан, которые ходят в храм, мы хорошие, мы никого не убили, не украли, у нас все хорошо, молитвы читаем, пост вот сейчас будем соблюдать. Все хорошо, но как важно не превратиться в фарисея, как важно, я сейчас скажу странную вещь, молясь Богу, не молиться самому себе, не восхвалять себя в собственных глазах, творить добро, добрые дела какие-то, благие, не во имя свое, на самом деле, а все-таки во имя Божье. Потому что порой бывает, человек делает доброе дело, по существу, если так вот посмотреть, он во имя себя, себя прославляет, я хорош, я, я сделаю, я постится, я то и сделаю, и то. Поэтому, братья и сестры, наша церковь всегда будет призывать к глубинному состоянию души человечества, которое называется смирение и покаяние. Без смирения перед Богом, без покаяния, ни наши молитвы, ни наши посты, ни вообще чего-то доброго мы не можем сделать, все это превращается просто в гордыню, в самолюбие, в самооценку. И в итоге, человек, который грешник, человек, который оступается и падает и весь грязный, духовно, в своих постоянных грехах, пороках и страстях, но пришедший с покаянием, он быстрее будет оправдан, чем вот такой внешне причесанный, прилизанный праведничек. Не будем превращаться в таких праведничков, дорогие братья и сестры. Грош цена всем нашим молитвам, добрым делам, если мы это делаем с гордынкой, с самопохвальством, с самолюбием и так далее. Вот на неделе амитария и фарисеи нас настраивают на этот лад. И еще, дорогие братья и сестры, бывает так, что человек, особенно на исповеди часто бывает, задается вопросом, батюшка, ну нет покаяния, ну прихожу, ну перечисляю грехи, вроде чувствую, ну да, грех. Нет покаяния, нет, слез нет, нет вот этого обжигающего чувства, желания что-то изменить в себе. Все кончается словами. Как быть? И знаете, мне кажется, в чем дело-то, братья и сестры? Нет молитвы настоящей в нашей духовной жизни. Это потому, что у нас нет настоящей молитвы. Бормотание. Ведь знаете, фарисей, когда молился, он слышал Бога. Как вы думаете? Вот подумайте. Он слушал и слышал только самого себя. Он для себя молился. Он себе молился. Он молился себе. Правда же? И вот бывает так, что молясь в храме или дома, человек может слушать только самого себя. Вроде как он произносит молитвы, бормочет их, вычитывает правила. А Бога там не слышно. Эти звуки, эти слова, они только вот вокруг сознания этого человека вот так крутятся. В гравитации его собственного эго. Вот вокруг меня, любимого, все это читается, читается. А Бога не достигает. Потому что, как бы и Бога там человек... Как это ни странно произвучит, но бывает горделивый человек, но и Бога-то не хочет. В жизни митрополита Антония Сурожского есть такой пример. К нему пришла монахиня и говорит, Владыка Антоний, уже почти 20 лет я молюсь и не чувствую благодати. Я каждое утро почитаю правила. Каждое утро исполняю монашеское свое правило, но не чувствую ответной какой-то благодати. И Владыка ей посоветовал такой способ. Моя, завтра, когда вы проснетесь, матушка, по обыкновению своему вы не читаете молитву. Вы просто сядьте в кресло перед иконами, а монахиня старик, и начните вязать. И вот он рассказывает, что проходит время, она приходит, обливаясь слезами, говорит, Владыка, я поступил так, как вы сказали. Вместо того, как обычно я остановился перед иконами, я села, сложила руки, потом достала, начала вязать. Прошло несколько минут, и как никогда за последние десятилетия этого не чувствовала, я почувствовала, что сейчас Он, Господь, Христос, стоит здесь в комнате, прямо передо мной. Наконец, вот понимаете, нужно было замолчать, свой горделивый рот закрыть человеку, чтобы начал говорить Бог. Потому что Господь говорит иногда на языке сердца. Так вот, это очень интересный пример, для нас особенно. Мы иногда думаем, что многословие, вот эта вычетка, она как бы сама по себе цена. Нет. Если молитва превращается в механику, самодовольную, вот это чувство, вот я помолился, я сейчас отправила, то порой Господь и не отвечает на такую молитву. Но это другая немножко тема. Поэтому я возвращаюсь вот к теме, мы даря и фалисеи, братья и сестры, духовной жизни. Только через покаяние, только через смирение мы способны быть в правильном состоянии своей духовной души. Будем лучше подобны этому мутарю, стоящим на выколенях и говорящему, Боже, милость, будем мне грешным. Не надеясь ни на свои добрые дела, ни на свои грешные молитвы, не вообще ни на что, не только на Твою милость я и надеюсь. И вот тогда, премудрый Господь, видя сердце сокрушенное и смиренное, подаст тебе благодать и помощь и прощение грехов. Вот таким настроением будем вступать в дни приготовления Великого Поста. Аминь.